Для нас некий видец деятельности по итогам этого года, по итогам прошедшего периода. Я думаю, у нас есть хорошая возможность сегодня подискутировать, пообщаться, поделиться чем-то. Не случайно площадкой для проведения первой конференции стал именно музей-заповедник Сталинградской обеих. Наш регион и его столица отмечены неординарными ключевыми событиями мировой истории. И сегодня наша встреча недаром проходит на священной Сталинградской, Волгоградской земле. И мы имеем с вами возможность еще раз вспомнить о подвиге советского солдата в мировой истории. И проговорить о значении в судьбах народов и регионов Сталинградской битвы. Волгоградцы по праву считают свой город-герой центром патриотического воспитания. И первые шаги в этом направлении руководством региона сделаны. На федеральном уровне поддержан проект, который будет реализоваться с 2017 года. Наш патриотический туристический кластер, территория побед, будет реализован в городе-герое Волгограде, в городе Волжском и в городе Камышин. Проведение таких мероприятий, чем оно в первую очередь полезно? Понятное дело, что научные открытия, скорее всего, на таких мероприятиях не происходят. Это все-таки работа такая, это кропотливо. Здесь подводится некий итог прошедшего периода, тех людей, которые исследовали, которые изучали. Здесь обмен мнениями, часто дискуссионный обмен. И хорошо, что он проходит на этой площадке. Некий венец деятельности. Мы можем подвести какой-то итог. Ну, и даже и это не самое главное. Для чего вообще проводим такие мероприятия? Могу только процитировать слова председателя Российского военно-исторического общества, министра культуры Владимира Стаславовича Мединского. Для чего мы это делаем? Чтобы помнили. Женское снайперское движение массово начало распространяться на фронтах Великой Отечественной войны уже в 1943 году. То есть в Сталинградской битве они участвовали фрагментарно. И затем уже, когда закончилась Сталинградская битва, наступил коренной перелом в Великой Отечественной войне, женщины начали осваивать вот эту тяжелейшую военную профессию. И воевали во многих операциях и прошли до 1945 года. То есть многие из них штурмовали Берлин и закончили День Победы именно в Берлине. То есть я расскажу даже больше такой сравнительный анализ, насколько мужчины и женщины приспособлены к этому искусству. Потому что многие следователи говорят, что по своим психофизиологическим параметрам женщины даже больше справлялись с этим. Потому что высокий порог терпения, иногда больше холоднокровия. А для снайпера это одни из самых основных черт, которые должны присутствовать. Очень много попыток фальсификации нашей истории. И безусловно, когда мы поднимаем вот такие страницы, узкие достаточно, да, различных воинских специальностей. В частности, те же женщины-снайперы, которых мало кто знает. Потому что много знают о женщинах-летчицах, зенитчицах, да, зорезистихи, естественно, медсестры. И когда мы поднимаем вот такие узкие страницы, то, конечно, вот этот массовый героизм советского народа, да, когда воевали и мужчины, и женщины, это, естественно, тоже как противодействие попыткам вот этой фальсификации нашей истории и попыткам отнять в нас эту победу, которая всегда с нами, потому что наши прадеды, прабабушки ее для нас заслужили.